Корней Тюковский, тараканище, часть первая Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперёд, а за ним комарики на воздушном шарике, а за ними раки на хромой собаке. Волки на кобыле, львы в автомобиле, зайчики в трамвайчике, жаба на метле, едут и смеются, пряники жуют. Это, так сказать, прелюдия такого счастливого общества. Вдруг, так хотя не сказать из маминой спальни, но нет, вдруг из подворотни страшный великан, рыжий и усатый таракан. Таракан, таракан, тараканище, он рычит и кричит и усами шевелит. Погодите, не спешите, я вас мигом проглочу, 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 непомилую. Звери задрожали, в обморок упали. Волки от испуга скушали друг друга, бедный крокодил жабу проглотил. А слониха вся дрожа так и села на ежа. Только раки, забияки не боятся бою, драки. Хоть и пятятся назад, но усами шевелят и кричат великану усатому. Не кричи, не рычи, мы и сами усачи. Можем мы и сами шевелить усами. И назад еще дальше попятились. И сказал гиппопотам, крокодилам и китам. Кто злодей не боится и с чудовищем сразится, Я тому богатырю двух лягушек позарю. И еловую шишку пожалую. Не боимся мы его, великана твоего. Мы зубами, мы клыками, мы копытами его. И веселую гурьбой зверей кинулись в бой. Но увидев усача, ай-яй-яй, звери дали стрякача, ай-яй-яй. По лесам, по полям разбежались, тараканьих усов испугались. И вскричал гиппопотам, что за стыд, что за срам. Эй, быки и носороги, выходите из берлоги и врага на рога поднимите-ка. Но быки и носороги отвечают из берлоги. Мы врага бы на рога бы, только шкура дорога. И рога нынче тоже недешевы. И сидят, и дрожат под кусточками, за болотными прячутся кочками. Крокодилы в крапиву забились, и в канаве слоны схоронились. Только слышно, как зубы стучат, только и видно, как уши дрожат. А лихие обезьяны подхватили чемоданы и скорее со всех ног наутек. И акула увильнула, только хвостиком махнула. А за ней каракатится, так и пятится, так и катится. Часть вторая. Вот и стал таракан победителем, и лесов, и полей повелителем. Покорилися звери усатому, чтобы ему провалиться, проклятому. А он между ними похаживает, золоченое брюхо поглаживает. Принесите-ка мне звери ваших детушек. Я сегодня их за ужином скушаю. Бедные, бедные звери воют, рыдают, ревут. В каждой берлоге, в каждой пещере злого обжору клянут. Да и какая же мать согласится отдать своего дорогого ребенка, медвежонка, волчонка, слоненка, чтобы ненасытная чучела бедную крошку замучила. Плачут они, убиваются, с малышами навеки прощаются. Но однажды поутру прискакала кенгуру. Увидала усача, закричала сгоряча. Разве это великан? Ха-ха-ха. Это ж просто таракан. Ха-ха-ха. Таракан, таракан, таракашечка. Жидконогая козявочка-букашечка. И не стыдно вам, не обидно вам. Вы зубастые, вы клыкастые. А малявочки поклонились, а козявочки покорились. Испугались бегемоты, зашептали. Что ты, что ты, уходи-ка ты отсюда, как бы не было нам худо. Только вдруг из-за кусточка, из-за синего лесочка, из далеких из полей прилетает воробей. Прыг да прыг, да чик-чирик, чики-рики чик-чирик. Взял и клюнул таракана, вот и нету великана. По делу он великану достался, и усов от него не осталось. То-то рада, то-то рада вся звериная семья. Прославляют, поздравляют удалого воробья. Ослы ему славу по нотам поют. Козлы бородую дорогу метут. Бараны, бараны стучат в барабаны. Свечи трубачи трубят. Грачи скаланчи кричат. Летучие мыши на крыше платочками машут и пляшут. А слониха щеголиха так отплясывает лихо, что румяная луна в небе задрожала и на бедного слона кубарем упала. Вот была потом забота за луной нырять в болото и гвоздями к небесам приколачивать. Субтитры создавал DimaTorzok